Приветствую всех на канале GamerKidClub. Меня зовут Вован. Самые смышленые из вас наверняка уже догадались, о чем будет сегодняшнее видео. Все верно, мы поговорим о артбуке, посвященному SCP Foundation. Точнее, ну как поговорим? Говорить-то буду я, а вы только слушать и смотреть. Да, кстати, книгу я вам тоже покажу. Было бы странно, если бы я этого не сделал. Кстати, вот она сама. Ну, для начала, немного таких скучных фактов, никому не нужных. Я понимаю, что это вообще никому не уперлось, но без этого обзор был бы неполным. Такая необходимая формальность. Собственно, книга у нас в твердом переплете. Поверхность такая матовая, то есть она в руках не скользит. И вообще такая прикольная на ощупь. Книга сама по себе довольно толстая. Здесь 240 страниц, что в принципе для артбуков, ну и вообще книжек с картинками довольно неплохо. То есть внушительный объем. Страницы. Если не ошибаюсь, эта бумага называется мелованная. То есть она глянцевая такая, видите, отсвечивает. Скрипит. И вообще довольно плотная. Собственно, сами арты довольно качественно выполнены, да? Ну, я имею ввиду по печати. Шрифты, арты, ну и вообще в целом довольно, довольно хорошо. Сделано все в этом плане, в плане печати. Но единственная мелочь, которая меня так немножко насторожила, ну и напрягла. Это переплет. То есть видите, у нас, во-первых, стежки, ну я не знаю, они как-то не натянутые вообще. Вот что это такое вот болтаетесь тут? Это во-первых, а во-вторых, то есть у нас вот стежок, вот стежок, вот стежок, вот стежок. А здесь вот, ну, целый вот такой вот промежуток вообще безо всякого, безо всякой прошивки. И, ну, страницы, видите, она как вообще ни на чем не держится. И она вот так вот, видите, немножечко гуляет, как бы сказать. Ну, хотя все это, все это в принципе мелочи, это мелочи. Книга не настолько, вообще артбуки, их не будут замызгивать, да, там, таскать постоянно куда-то. Это все-таки больше коллекционная вещь. Такие дела. Ну и, собственно, перейдем к внутренностям. Начнем препарировать, так сказать, неженцию. Титульный лист, на черном фоне знак SCP, эмблема. Прикольно. Здесь у нас дальше идет обращение автора. Собственно, это, ну, автопортрет, возможно, а может быть и нет. Я не знаю точно. Андрея Дуксина, основателя SCP Foundation Earth Project, то есть человеку, благодаря которому появилась эта книга. Здесь он благодарит иллюстраторов, людей, которые ему помогали, ну и вообще рассказывает о том, какая же, как же все это было тяжело. Дальше у нас идет введение, где рассказывается, ну, в принципе, справочная информация, да, то есть рассказывается об основных постулатах фонда SCP. То есть обезопасить, удержать, сохранить. Secure, Contain, Protect. Собственно, почему он так и называется. Аббревиатура. Дальше идут, ну, основные классы. В общем, справочная информация, чисто для ознакомления. Раздел довольно-таки небольшой тут. Сколько всего там, три-четыре, раз, нет, раз, два, три. В общем, мало страниц. Я дальше трех считать не умею. Далее у нас идет раздел окружения, где показаны помещения одного из мест содержания объекта. Это уже довольно маленький раздел, на самом деле. Вообще непонятно, чего они его сюда засунули. Ну, пускай будет. Опять-таки, перелом вот этот. Тут еще будут такие же, сказать, иллюстрации на две страницы разворот. Этот перелог тоже немного портит впечатление. Хотя это опять-таки мелочи. Хотя, в принципе, если бы книга была в альбомной ориентации, то есть не книжной, а альбомной, было бы, я думаю, пожалуй, лучше в этом плане. В плане развернутых иллюстраций. Хотя, в принципе, понятно, почему. Почему именно выбран именно книжный формат. Чуть-чуть дальше. Вот, в разделе объекты это становится понятно, потому что у нас идет на одной странице иллюстрация, а на другой странице описание. То есть тут у нас SCP-035, маска одержимости. Надо заметить, что описания не полные. То есть они как бы в сокращенном варианте. И здесь у нас есть ссылка на расширенную версию документа. То есть мы либо можем ввести, собственно, этот адрес в браузере и перейти к полному документу. И опять-таки есть QR-код, который можем отсканировать и, собственно, опять-таки перейти к документу на сайте. Вообще, я думаю, будет уместно сказать пару слов о том вообще, что такое SCP для тех, кто не в теме. Это интернет-проект по типу Википедии, да, то есть он создается коллективно, коллективом авторов, где собраны разного рода крипи и хоррор-стории с уклоном в научную фантастику. Все истории как бы не имеют какой-то единой линии повествования, но довольно часто ссылаются друг на друга и объединены общей идеей непознанного, загадочного, паранормального. Чертовщина, короче. Кстати, о ссылках. Когда SCP-073 Каина спрашивают про 076-го, он там не хочет говорить о нем, отмалчивается, потому что у нас 076-й это Авель. Ну, такая библейская история, кто знает про Каина и Авеля. Еще одна такая отличительная черта проекта в целом. Все истории написаны в псевдодокументальном стиле и стараются походить на досье в картотеке. То есть у каждого, как их здесь называют, объекта, есть номер и кодовое имя. Что, опять-таки, дает схожесть с какой-то картотекой именно, что вот они тут все пронумерованы, по полочкам разложены. На ум сразу приходит сериал из 90-х, «Псифактор» он назывался. Там, если помните, снимался Дэн Эйкрайт, который Реймонд из «Охотников за привидениями». Толстый. Вот, собственно, там он играл роль ведущего. И в начале каждой серии стоял на фоне каких-то компьютеров, за которыми люди работали. И так совершенно с серьезным лицом, на серьезных щах рассказывал про всяких рептилоидов, духов, призраков и прочее. Особо впечатлительным, да? То есть это могло бы показаться за правду. В детстве, например, я искренне верил, что все, что показывают по телевизору, правда. Там ведь не врут в телевизоре. Особенно в новостях на Первом канале. Был у меня случай на рабочее. Я, собственно, коллеге рассказал про SCP. Показал сайт. Он так несколько историй прочитал. Потом так глянул на меня с таким взглядом сочувствующим. Че, говорит Вован, ты в натуре во все это веришь, что ли? Ой, смех. Пользуясь случаем, передаю привет Сан Санычу. В принципе, думаю, всю книгу мы перелистывать не будем. Так, сейчас перепрыгну по-быстренькому. До следующего раздела. Все-таки именно раздел с объектами, он здесь самый большой, самый обширный. Ага, ага. Вот он, последний. Последний в разделе объекты. Вообще картинками. Блин, надо будет подробнее почитать. Этот конкретно я не знаком. Ну и, собственно, пошел раздел дополнительные материалы. В принципе, вообще как-то немножко непонятно, почему он вообще в отдельное вынесен, в отдельный раздел. Потому что здесь у нас все то же самое. То есть слева арт, справа текст. Единственное, что тут почему-то все это на белом фоне, как видите, да. А эти у нас были на каком-то там фактуре. Ну и сами сами арты, они тоже немного как будто похожи на черновики. Сейчас. Ага, вот. То есть тут вообще просто два, две картинки и все. Причем здесь видно, что походу вот это все дело рисовалось ну на бумаге вручную. То есть тут штрихи видно. Собственно, собственно, все все то же самое, но уже без цвета. Да, кстати, точно это действительно черновики. То есть этот объект сейчас найти вы еще. выбирали из нескольких иллюстраций. Ну и все, собственно, эпилог. Эпилог у нас объект номер 1092. Ру. Ру, кстати, это значит, что этот объект не переведенный с буржуйского сайта, а именно, что наш отечественный. Есть чем гордиться. Все, конец, друзья мои. постскриптум. На сайте gamerkitclub.ru есть текстовая версия этого же самого видео. Отличие в том, что там есть несколько фотографий в хорошем разрешении. Фотографии книги, естественно, не моих. Ну, то есть вы можете посмотреть как-то более подробно. Это во-первых. А во-вторых, для тех, кому хочется еще больше подробностей, там же будет архив с отсканированными страницами. Там будет несколько сканов. Я всю книгу, естественно, сканировать не буду. Но также в архиве будет лежать текстовый файл со списком всех SCP, которые есть в книге. Так что, если нужен какой-то конкретный, пишите в комментариях. Ну, либо здесь, либо на сайте. Лучше на сайте. Так будет мне удобней. Я отсканирую и вложу в этот же архив. Там, перекачайте, сообщу. Вот. Ссылка, естественно, будет в описании. И последняя такая мелочь. Книгу я покупал в Озоне за 1250 рублей. При том, что у нее рекомендована цена 1200, да, в том же 28-м она так и стоила. Но ее практически всюду уже раскупили. То есть, даже на Озоне уже нет. Единственное место, в котором я нашел, это 1С Интерес. Там она стоит 1300. Ну и вообще, я думаю, если полазить по малопопулярным магазинам, в принципе, ее еще можно найти. У книги был очень маленький тираж, она очень быстро разошлась, да, то есть, всего полгода, а уже, ну, тяжело найти. Но, возможно. Возможно. Ссылку на один интерес я тоже оставлю. Может, кому-то пригодится. Вот. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, там, может, что-то еще клевенькое вам покажу когда-нибудь. Пока. Приветствую всех на канале GamerKidClub. Меня зовут Лован. Ну, и вот и поговорили.